НЕТАБЕЛЬНЫЙ Не мой, только что нашёл, шёл сдавать. Давай, двигай на кресло. Садись. Лёша, что за дела? Что здесь происходит-то? Ты чего ко мне врываешься? Я тебя спрашиваю, ты чего ко мне врываешься? У меня, между прочим, с твоим Павел Палычем всё договорено. В чём дело здесь? Палыч, тут ни при чём, Инесса. Против твоего бизнеса ничего не имею. А что касается вот этого пассажира, это другое дело. Его гестапо ищут, а нам с гестапо ссориться не с руки. Так что он в абонемент никак не входит. Егоров, давай звони. Куда, в дежурку? В УСБ звони. Этому, который к нам за деньгами приезжает. Маслову? Лёш, Лёш, погоди. Ну, погоди, ну что ты? Убери эту трубку. Ну, что ты делаешь-то? Ну, прекрати. Ну, я же знаю прекрасно, что тебе его галка Ставрида сдала. А? Вы её на прошлой неделе с травкой принимали. А сегодня, ты представляешь, я уже сегодня вот эту у неё нашла. И чего? Чего? Ничего. Значит, давай мы с тобой договоримся так. Вы его отпускаете, а я забываю о том, что галка на вас работает. Слышь, Инесса, да я тебе десяток таких галок найду. А гестаповцев подмазать святое дело. Инесса, ты отошла бы эту тему, а умазала бы своими делами. Да не порть себе бизнес. Давай, давай. Господа, у меня есть предложение. Не обсуждается. Даже если это цифра с пятью нулями? В валюте? Э, кровь убери. Да подумай хорошенько, сколько ты наможешь ещё в рай? Да, Рустем. Сколько? Что, косарей зелёных? А рожа у них не треснет? Вы где? Понял. Сейчас буду. Слушай, старый. У меня слишком мало времени, чтобы вправлять мозги ещё и тебе. Бывалому сидельцу. Твой сын в морге. И попал он туда. Потому что связался не с теми людьми. И у меня к этим людям спрос особый. И мы по-любому узнаем, где прячутся дружки твоего сына. Вопрос. Что от тебя после этого останется? Сёмка и Калашникова. Вы что-то подписались. Подписался. Куришь его главный. В соседнем корпусе живёт. Первый этаж. Пятая квартира. Говорили. Тема обьюнулась. Дураки. Молодые. Денег оставь ему на помин души сына. А ты никому не говори. Не надо. Да, ты вёл. Да, сейчас скоро буду. Угу. Ну, давай. Девушка. Да ё-моё. Помогите. КРИК Геннадий Денисович, к вам майор Мамедов. Говорит, что срочно. Хорошо, пусть зайдёт. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Разрешите? Да, войдите. Майор Мамедов. Начальник... Да мы знакомы, Исмей Ласланыч. Ещё когда вы работали в Кировском, садитесь, прошу вас. Спасибо. Ну, слушаю вас. Тут такой вопрос, Геннадий Денисович. Многие интересуются. Как жить дальше будем при вас? Как работать? В каком смысле? Во всех. Ну, если во всех, то жить будем честно, работе как прежде. Как и прежде? Да? Ага. Как прежде. А как же иначе? И никаких дополнительных требований? Всё как всегда? Да. Ну, всё как всегда. Пусть будет, как всегда. Пойду. Мне ещё в штаб справку сдавать. Надеюсь, ко мне никаких претензий за этот месяц? Никаких. Пойду. Ну что, порядок? Да. Вот. Давай. Всё записал. Пойду. Давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мою мать! Здравствуйте, уважаемый Геннадий Денисович! Добрый день! А я к вам по очень неприятному делу. Вижу. В чем дело? Я все объясню. Когда приедет начальник УВД, знакомьтесь, следователи, кафельников и господа из ФСБ, которые любезно согласились нам помочь. Помочь в чем? Как в чем? В обыске вашего кабинета. Пожалуйста, пригласите понятых из воленаемных. О, витаминчики. Егор, витаминчики. Держи. Кто там? Деньги. Привет. Я войду. Бабки где? Здесь. Давай. Чего так мало? А там крупными купюрами. А-а-а! А-а-а! Не надо же полицейские! Не убивайте тебя! Нет! Нет! Пожалуйста, не надо! Вспомни. У которого из них ключи от наручников? Уходить надо. Надеюсь, Валентин Павлович, вы понимаете, что делаете. Конечно. Я проверяю сигнал о вымогательстве взятки. И по этому одному сигналу возбудили уголовное дело? Ну, когда подозреваемый сам начальник собственной безопасности, я уверен, что такая проверка просто необходима. А этот потерпевший Мамедов не сказал, почему вдруг пришел с заявлением. Платил, платил и... Геннадий Денисович, я прошу вас, не мешайте работать. А почему вы затыкаете мне рот? Я прошу внести в протокол допроса мое заявление о том, что я сомневаюсь в искренности мотивов заявителя. Вот на допросе и заявите. Валентин Павлович. Чего тебе? На поключик. А, кстати, Геннадий Денисович, будьте любезны, ключик от вашего сейфа. Пожалуйста. Давай. Не надо ломать мой сейф. Нежнее надо. Чисто. Инеска все решит. Ей не впервой. Пришли два мента. Подрались из-за девки. Да перестреляли друг друга. Сейчас этим никого не удивишь. Надо было им еще выпить дать. Что? Что такое? Ты их убил. Конечно, убил. А зачем ты меня позвал? Я просил тебя привезти деньги. Сто штук. Этим козлам. Ты екнулся? Я скорее задавлюсь, чем отдам деньги этим двум сожравшимся ублюдкам. Мне бабки с неба в руки не падают. При чем здесь деньги? Ты понимаешь, что ты сделал? Что? Ты просто так убил двух полицейских. Нет. Я убил двух сучиных ментов. Они перестали быть полицейскими, когда пересекли черту. А они такие же, как и я. И формы их больше не защищают. Таковы правила. Ты тоже пересек черту Рустем тогда, когда сбежал. Теперь тебе надо определяться, что делать дальше. Тут или-или. Хочешь все по закону? Давай! Иди сдавайся! Иди, нанимай адвоката. А хочешь воевать, воюй. Но нельзя сидеть на двух стульях. Потому что рано или поздно кто-нибудь обязательно вставит тебя между ними взад. Такова жизнь. Ты едешь, нет? Пойду поищу третий стол. На случай, если меня не будет рядом. Спасибо тебе за все. На смотру. Что? Что вы себе позволяете? По закону, в ходе обыск помещения, мы можем осматривать любое лицо, которое в нем находится, на момент проведения обыска. Я надеюсь, Геннадий Денисович сам покажет содержимое своих карманов. Даже не подумаю. Сами лезьте ко мне в трусы. Геннадий Денисович. Пески и 150. Хорошо. Продолжаем следить за состоянием нашей коллеги Елизаветы Зайнулиной, которая сегодня была доставлена в третью городскую больницу с множественными травмами, образовавшимися в результате падения с третьего этажа. По непроверенным данным, журналист канала 33 и ведущая программы улицы выпрыгнула из окна своей квартиры, спасаясь от изнасилования неизвестными. Геннадий Денисович, я... я предошу свои извинения. Сами понимаете, сигнал такая работа. Не держите на меня зла. Ну что вы, что вы. Я не злопамятный. Я только отомщу и сразу забуду. Завтра с утра ко мне. Обязательно. И план реорганизации управления. Представлю. У меня все готово. Алла, ты мне в ледол не привозила? А... В каком? А, есть, нашел. Нет, все в порядке. Просто в новостях передали... Кто? Денисов из «Зенита» в «Спартак» переходят. Немножко понервничал. Извини, у меня по второй линии звонок. Да, Тита. Извини, не мог говорить раньше. Угу. Что? В какой больнице? Нет ничего. Да. Все обыскали. Нигде ничего нет. А что говорит мой человек? Да ничего. Ничего он не говорил. Ничего. А... Ну, понял. Что? Понял? Понял, говорю. И не надо на меня орать. Еще. Командовать будет. Боридол дай. Да, сейчас. Кто это? Это не мое. А чье? Идиот. Дебил. Ха-ха-ха. Ну, идиоты. Нет, надо же. Он же сделал нас, как Щенков сделал. Как она? Плохо. Но жить будет. Множественные переломы. Шок. Я с врачом перетер аккуратно. Похоже, ее пытались изнасиловать. И она выпрыгнула в окно. Сама. Рустем появлялся? Пока нет. Фрукты здесь. Наружка с них снялась. Не за ними работать или за больницей? За ними. Они на нервике могут дров наломать. А больница? Я разберусь. Он придет. Я знаю. И хуже всего то, что знаю не только я. Он придет к ней. Возьмете, сколько надо, людей в больницу. Но это вряд ли. Зайнулин не дурак. Не дурак, но он герой. А это иногда равнозначное понятие. Собственные яйца заставят сделать ошибку. Здравствуйте. Здравствуйте, Леночка. Меню, пожалуйста. Мать, на смене сегодня. Сейчас бабки возьму и дуем на вокзал. У дядьки навалдает. Сидимся. Неделю водки попьем. Как раз гиппо отойдет. А водку какую-нибудь подкинет. Как думаешь, у этой шлюшки слюна неядовитая была? Привет. Мы вчера не договорили. Туман, валим! Подгони тачку и грузите их. Бивень. Добро. Денег матери его оставь. Ей теперь одной жить. В какой она палате? Скажи, а там через приемный покой много врачей шастает? И они там все в халатах, в шапочках, да? А врачи скорой помощи там появляются? Ну, у них другая форма такая, зеленая. Угу. Все. До связи. Ему что там совсем башню сорвало? Нас же верняк слушают. Если Рустем позвонил, значит так надо. Он просто так ничего не делает. И вообще, давай не отвлекайся. Нам со своими кротами разобраться надо. Тем более, клиент вышел. Тем более, клиент вышел. Спасибо, девочки. С нас шампунь. Да. Зайнулин звонил своим. Спрашивал про одежду врачей и как можно проникнуть туда через приемный покой. Отлично. Сосредоточим все силы там. Проверяйте всех врачей. Будут жаловаться, посылайте. И вот еще. Чуть дернется. Применяйте оружие. Ну да. А лучшему стрелку премия. Безо всяких налогов. Не рановато ли домой собрался, Сань? Или агентом гестапо можно? Че ты сказал? Зачем Рустема Латунину сдал? Неужели на его место метишь? Серега, тебе бы это с водочкой завязывать. Вон уже белочка в чепурыжку-то стучится. Анька для Рустема адрес пробивала. Ты у нее сидел. Потом его там ждали. Ты там тоже сидел? Ты себя начни, шестерка. Чего? Че, сдурел что ли? Да вывел козлина. Приводи его в чувство. Ё-моё. Об угол песком ударился. Че делать будем? Увезем его туда, где нам не помешают. Кто бы мне такое в школе милиции рассказал? Психушка, блин. Андрюха, это не мы виноваты. С такими, как он, по-другому нельзя. Тем более мы должны спасать Рустема. Ну, ты со мной. У меня всего один вопрос. И он очень простой. Кто послал? Я не знаю. Я же сказал. Это его делюга. Я с ними второй день. Заткни его. В героя играешь? А ради чего? Я же сказал. Хотели хату на губ-стоп взять. Считали, баба одна. Там вы и так все должно было быть. Без мокрухи. Понятно. Герои. Братва, пацаны. Только фуфлом все это. Нет никакой братвы. Есть только бабки. И цена, которую приходится платить. Понимаешь? Быть бандитом – это цена, парень. И когда ты понимаешь, что она слишком высокая, то сделать возвратку уже невозможно. За все придется платить. И тем, кто рядом, тоже. С твоей матерью будет то же самое. Слово даю. Кто послал? И куда мы едем? Выберемся из центра. Найдем местечко потише. А потом? Потом поговорим с ним по душам. А потом? Да не знаю я! Будет время, будем думать. Это еще что за отчет? Это же Тита, друганщуки. Да не дури ты! Здорово, Тита! Привет! А ты что, автоподставами занялся? Мы тебе чуть в зад не въехали. Просто я решил вам сказать, ребята, что человек в багажнике может задохнуться через 20 минут. Вам это надо? Все? Все. И как этого гипа найти? Телефон в мобиле у меня. Так и называется. И когда ты его видел в последний раз? Сегодня. По его приказу, жену мента одного, журналистку, должны были хором отыметь. Но она не далась. Выпрыгнула в окно. Гиппа денег не дал. Сказал свалить из города. Понятно. У тебя дети есть? А-а. Ну и хорошо. Родись заново нормальным. Избавься от ствола и от тел. Шеф, это тот бегемот, который на Нинзамова работает. Я знаю. Не знаю, что сказать. А знаешь почему? Потому что ты мент, Серега, а не бандит. Хоть и пытаешься стать бандитом. Только надо тебе это. Этого ты всю жизнь хотел. А что я должен был? Нашего Рустема предать? Голову включить ты должен. И вспомнить, что ты опера, а не бык. Они почему в лес людей вывозят? Потому что у них мозги на другой не заточены. Это их жизнь. И это их сущность. Ну так что? 20 минут прошло. Ты готов взять грех на душе? Так, стоим, не двигаемся. Вы почему в масках? У больного дома нашлось справку. Уступец из пациера. Мер предосторожности. А что случилось? Это что за беспредел вы здесь устроили? Вы мешаете работе медицинского лечебного учреждения. Ты кто такая? Вы понимаете, здесь больные. А у меня есть приказ. Мы ищем опасного преступника. Мы ищем опасного преступника. Мы ищем опасного преступника. Вот черт! Еще не черти. Но скоро ты с ним обязательно встретишься? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА -"Ствол отдайте". -"А, сейчас". -"Отдай". -"Чтобы он нас всех перестрелял, а его дружок Латунин ему потом за это орден повесил?" -"Да какой дружок?" -"Да тот, с которым ты по мобиле трех по мобиле". -"Тихо". Ты разговаривал с Латуниным по телефону? Не разговаривал я с ним никогда. -"А это ты звонил?" -"Я". Он мне был пропущен из этого номера. Я перезвонил, сказали, что ошибся. -"А это на следующий день?" -"Потому он звонил. Петра Петровича какого-то спросили. Я сказал, что ошиблись". -"Если бы я на месте Латунина имел у вас своего агента, я бы прикрывал его именно так". -"А что вы на меня так смотрите?" -"Зачем ты пришел?" -"Я не мог не прийти". -"Пожалуйста, уходи". -"Не бойся. И меня не поймать". -"Я не боюсь. Я их не боюсь. Я... Я тебя боюсь. Ты самое страшное, что есть в моей жизни. Пожалуйста, уходи. Меня же из-за... Из-за тебя... Они так и сказали, что будут возвращаться, пока тебя не возьмут. Господи. Почему я тебя встретила? Показываешь всем, какой ты крутой, другие расплачиваются. Лиза, прости. Лиза, прости. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Рустем. Нажмешь, и обратной дороги не будет. Это черта. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Они договорились меняться каждые два часа. Осталось семь минут. Или ты идешь со мной, или начинай вестерн. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Так это значит, вы у них здесь главный. Так вот, я буду жаловаться во все инстанции. Этого смутительно! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Выйдите. Я сказал, выйди отсюда! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Давай живее. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Извини, Максимович. Я прошу, извини. Он просто выскочил, как черт из дамагерки. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ничего. Бывает. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Идиот! Ты ничего не понимаешь. Мы упускаем не Зайнулина, мы упускаем Влад! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Нельзя допускать существования героев. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Герои разлагают систему. Сам по себе Зайнулин никто, он пустышка. Он страшен, как явление. И поэтому он должен исчезнуть. Навсегда! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА И даже память о нем... ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Максимыч, мы найдем его, я тебе обещаю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Поехали. Куда? Ко мне. Алла будет рада тебя видеть. Будем думать, как твою проблему решать. А что решать? Все уже решено. Либо я их съем, либо они меня. Ну и как собираешься есть? С кровью. Найду Кваса, он укажет, где труп депутата Ушакова. Не замыло конец. Ты знаешь, кто я теперь? Знаю. Заратник Латунина. Ну, если бы это было так, тебя бы здесь не было. Спасибо. Значит, не до конца совесть спустил. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ты... Ковбой. Ты мой совесть не жамка, я с ней сам разберусь. Я помню, как ты с ней разобрался. Когда на моего напарника материалы в прокуратуру послал. Он взял деньги и отпустил бандита. Да, взял, да, отпустил. Мы бы сами с ним разобрались. Как? Убили бы. Покалечили, опустили. Мы менты, Рустем. Все наши беды начались, когда мы начали жить не по законам, а по понятиям. Вся страна начала. Пусть. Мы не должны были. Рустем, ты бьешься в одиночку с тем, что победить невозможно. Это система. Если ты хочешь что-нибудь изменить, нужна серьезная работа, а не демонстрация крутизны и игра в шерифа. Да. Только я привык доигрывать до конца. Спасибо за помощь. Передумаешь. Телефон знаешь. Сергей Максимович. Есть новости по Зайнулину. Поднял Замарашкина из ОБЭП. Пригрозил проблемами, сразу засуетился. Туристическая компания? Ноги решил сделать. Завтра с утра все туда. Получается, Зайнулин тоже знает этот адрес? Пойду-ка я посплю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Привет, я обзываю, что ночью? Ничего. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Можешь дать мне свою машину? Да, конечно Ты заходи Нет, не хочу тебя подставлять Просто дай ключи Если что, скажешь, что я забрал их силой Может, останешься? Ну, до утра Извини, не могу Тихо, 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 тихо Низа назад И заткнись Извини, на боли поесть в другой раз Извини Ясно Не дергайся, спокойно Сиди, спокойно Ты молодец Хороший мальчик Молодец Тебе чего надо от меня? Друг Мушакова Который вы за хрёмом спрятали Я что, идиот? Я за хрёмом не хочу Тем более имеет смысл говорить Или ты думаешь, что твой болид на другой планете? Какие гарантии? Расписка крови подойдет? Если только это будет кровь Низамова А ты с юмором Ты куда едешь? Ты куда едешь? Ты куда? Просыпайся, татарин Ну что, герой Отбегался? Хочешь поговорить со мной об этом? Уже нет Я с покойниками не разговариваю Ну что, Вова Бегемот подъехал? Да здесь уже А, вижу Поедешь вместе с ними Проведёшь через посты Сделаем А ты щегол оказался С твоей бабой было сложнее, чем с тобой Зря ты это сказал Не думаю С тобой уже всё кончено Получите, распишитесь Эй, Латунин А как вы подменили пистолетной экспертизе? И ствол из моего сейфа достали? Да никак Просто во время обыска взяли твой ствол Отстрелялись и подменили гильзы с места происшествия Мы система, Рустемчик Нас нельзя победить Ребята проводят вас за офисом Скажи Кириллу, чтобы без фантазий и аккуратно Больше мне такой геморрой не нужен Прощай Киногерой Добегался, козёк Я тебя лично прикопаю Да, езжайте, ребята Как же ты судак, мент И меня спалил Сам спалился Ничего, ничего Не хныть Ещё не вечер Это кто? А это главный режиссёр нашего кино Все записалось? Все, все до последнего слова А я всегда говорил, что рубашка самая надёжная Курску могут снять В пиджах тем более А рубашка Рубашка, она всегда остаётся Латунина взяли? Нет Не всё сразу У меня надёжных людей раз в двое Пчёлся А твою голову и голову кваса Надо было спасать в первую очередь Тогда ты за ним А я их не забываю Только ты осторожно Ты свидетель Ничего, ничего Я надену шапку-невидимку Привет, фрукты Рустем Ты так и не сказал Почему вдруг позвонил Люблю кино с хорошим концом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За Софу? И за себя тоже Его свои же люди сдали Гиппа у тебя Отдай Ты же сам сказал Определись Я определился Ну и что теперь? Ничего Там есть чёрный ход Через пару дней Разберусь с твоим розыском Рустем Тут охранник мёртвый Тут охранник мёртвый Что там у тебя? У тебя 10 секунд Тех, кто лизу твою Не ищи В общем, нет их Ничего себе Ничего себе Да На месте Там, где он и должен быть ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что за вис? Рука не поднимается Я всю жизнь бандитов ловил УУР РУБОП А тут Начальник отдела управления собственной безопасности А где они, эти бандиты? Нет больше бандитов, Рустем Они все уже давно погоны надели Постовые, как боевики Грабят прохожих Следаки-опера, как бригадиры Крышуют мелкие фирмы Генералы и авторитеты Делят большой бизнес Мы теперь и РУБОП И АБЭП И Угрозыск И мы должны что-то сделать Иначе нам бежать надо В лес Умеешь убедить Все, сдаюсь Добро пожаловать Займешься делом Латунина А что его искать? Он сам объявится Привет Привет Поговорим? Угу Почему? Я не... У бойцов Латунина был номер машины Которую я взяла у тебя По их показаниям Латунин утром сообщил Что я буду на ней Кроме тебя Никто не знал Почему? Да не почему Тебе повод нужен или причина? Повод То, что я за деньги Делала пробивки коммерсантам По базам Они меня поймали А причина? А причина? А причина? Причина ты Ты приходишь, когда хочешь Уходишь, когда хочешь Тебе удобно Тебе нормально Так три года Так три года А время идет Меня все это достало Понимаешь? Ты мне всю жизнь Перекорежил Могла бы просто сказать Не обманывай себя Это все деньги Деньги Чтоб я тебя больше не видел Никогда Субтитры сделал DimaTorzok Деньги Здравствуйте 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 А вы к Марине Петровне в 15-ю? Опять диабет прихватила у старушки Да Прямо эпидемия какая-то Спасибо Походите Спасибо Походите 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 Да хоть по по-римски Не по папам едешь Ты значит Вадим Да Чудо говорит Что хочешь больше продавать? Ну да У нас клуб в гору идет Концертов много Люди Хотят Ну больше объем Больше спрос Ты к этому готов? Угу Ну это твое решение Выдай ему Неделя Все будет хэви метал Командир Все супер будет Тихо 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 Молчи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверху чисто. Поздали. Девушка говорит, он ночью ушел. Три часа подорвался и уехал. Протекло. Или чуйка. Латонин хоть и гад, но 15 лет... Да что ж это такое? 15 лет он отоперил? Размерчик-то наш. Точно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Я с ребятами. В адресе. Я помню, где я работаю. Да. Да, все, сейчас буду. Зовет труба гестаповская на подвиги светлые. Не надо забаскалить. Вредно. Для цельности зубов. Короче, дракон. Посмотри, кого там можно еще подтянуть на наш сейшинг. Да, только из нормальных команд. Давай, не из подвальных. Ага. Чего? Бабки? Бабки будут, отвечают. А, слушай, извини, я сейчас не могу говорить. Пост ГИБДД, потом перезвоню. Ага. Давай, давай. Ага. Черт. Около техосмотра машину не припаркуйте, пожалуйста. Ну, чего случилось? Ну, что? День добрый. Добрый. Сержант Суворов, ваши документы предъявите, пожалуйста. Да не вопрос. Пожалуйста. Добрый день. Лейтенант Ракитин, кинологическая служба. Мы с собачкой посмотрим машинку вашу на предмет взрывчатых веществ? Да, зачем? Да ничего, формальность. Операция заслон. У вас через два месяца заканчивается срок действия документов. Да. Ваша сумка. Да. Откройте, пожалуйста. Рустем. Ты начальник отдела управления собственной безопасности. А на задержание убойщиков берешь, что люди в управлении про меня подумают. Ты же меня подставляешь. А с кем мне еще ездить на задержание Латунина? С его бывшими подчиненными? Набери других. Когда? У меня нет времени. Так не бегай, как опер. Занимайся больше отделом. Все, все. Времени на раскачку нет. Давай, давай. Работать надо. Все, начали работать. Стой, подожди. На. Для начала смени табличку на своем кабинете, а то там фамилия Латунина красуется до сих пор. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Документы подпишите? Рапорт увольнения, Феликс Михайлович. Материалы по патрульно-постовым из Красногвардейского. Материалы по патрульно-постовым из Красногвардейского. Почему отказываем? Не подтвердилось. Оговорили парней. Оговорили или договорились? Там все написано. Проверяйте. То есть ты честный? Тебе бояться нечего. Когда это у нас честному нечего было бояться? При Латунине ты же не боялся? При Латунине кто-то должен был работы работать. То есть здесь вижу, а здесь не вижу. Хорошая позиция. А что лучше было бы, если бы я вместе с другими винтов тряс? Нет, я тебя хочу спросить все-таки. Если ты такой честный, что ж ты не ушел? А почему я должен был увольняться? Я ждал, что они уволятся. Или их уволят. И дождался, между прочим? Будете перепроверять? Писать рапорт на продление? Оставь у начальника. А помните, как в Москве, Тепури, группу взяли, что оружием торговало? Ну? Почему вы тогда не ушли? Вы же с ними в одной службе работали? Кушай, кушай, мой хороший. Умница. Умница, Тунгус. Давай, давай, кушай. Кушай. Молодец. Вот приехал. Молодец, Тунгус. Профессионал. Банально. Ручка-ца. Ручка-ца тоже смысла нет. Добрый день. Добрый. ОРЧ по незаконным оворот наркотиков. Где наш клиент? Что, правда, говорят, не меньше килограмма? Да как бы на все три тянет. Да что ты. Клиент в нашей машине. Изъятая у него. Так, Кирилл, разберешься? Ага. Показывай товар. Пойдем. Это? Это. Сейчас заберут. Ничего себе. Грамота упакована. А я о чем? Вот тут все документы. Понятые, настоящие. Все чинчинарем. Я раньше участковым был, написался такого. Да? А как же из участковых-то в ГИБДД попал? Повезло. Ага. Да уж, повезло. Пошел. Ладно, командир. Вашему начальству отпишем, чтобы вас премии поощрили. Кинологу отпишите. Пусть лучше собаки на косточку денег подбросят. А мы себя сами поощрим. Ладно, разберемся. Спасибо, удачи. Давай, удачи. Счастливо. Время нас решили осчастливить. Ну-ну. Ну что, господин Стоцкий, крайне пренеприятная ситуация, а? Ну, может, как-нибудь договоримся, а, мужики? Ну, это же хокс. Знаете, сколько он стоит? Там на всех хватит, а? Да, а фамилия как? Афиногенов. Спасибо. Спасибо, мы проверим. Денисович, все, не могу я больше. Задыхайся в этих бумагах. Не можешь? Поезжай тогда, проветрись. Звонок по телефону доверия. Сотрудник полиции вымогает деньги под предлогом несуществующего долга. Я сегодня уволил начальника отдела по работе с заявлениями граждан. Послать некого. Не извольте беспокоиться. Упакуем злодея в лучшем виде. Ты сначала выяснишь, злодеян или нет. Выясню. Ну, все, я жду тогда. Я этого в камеру пока определю, а ты кокс на экспертизу закинь. Лады, сделаю. Порешай там все. Нормально все будет. Из отдела технического контроля по нашему запросу. Ни жене, ни теще Латунин не звонил. А что тогда, столько трепотни? Вам кости перемывают. А наружка? В адресах не появлялся. И не появится. Так что, снимать их с объектов? Нет, пусть отработают до конца задание. Я слышал, что вы сняли Гальперина из отдела по работе с заявлениями граждан? Абсолютный ноль. Я проверил работу отдела за последние 9 месяцев. Они там даже взяток не брали. Не потому, что не хотят, а потому, что мозгов не хватает. Для этого же надо еще задницу от стула оторвать. Не знаю, в курсе вы или нет. Вы знаете, что отец Гальперина в Совете Федерации? Да? Ну, тогда ему не надо задницу от стула оторвать. Ну, надеюсь, что сын не в отца. А то не там покойный решат в Совете Федерации. Мое дело предупредить. Карлыч, как там с моей просьбой по телефончикам латунинского бабья? Не проявлялся. А на телефоны моего зама Коврова не звонил? Чисто. Спасибо. Ну, что там у тебя? Все нормально. Сейчас выслушаем заявителей и примем решение. Держи меня в курсе. Я перезвоню. Хорошо, до связи. Прошу. Парень приходил устраиваться на работу. Я дал ему тестовое задание. И его квалификация меня не устроила. А потом является этот папаша. И требует у меня 60 тысяч. А почему не 100? Я пробовал с ним говорить. Пробовал. А он сразу угрожать. И наркотики у меня найдут. И по изнасилованию меня опознают. В общем, полный набор. Может, коньячку? А угрозы кто-нибудь может подтвердить? Ну, у меня все ходы записаны. Пойду осмотрись пока. Думаешь, ты тут бога за яйца держишь? Да я пальцем щелку, у тебя завтра в тачке с десяток доз героина найдут. Понял? Лень, ну что? Леня, это срочно. Всем срочно. У меня с ночи не все еще обработано. Леня, у нас человек в отделе сидит, понимаешь? У всех люди сидят. Леня, ты что, с бодуна, что ли, а? Это я, Витя Скойбеда. И у меня не как у всех. Или ты хочешь, чтобы тебе Иконников позвонил? Иконников позвонил. Извини, я уже две недели один работаю. Я устал. Давай, дорогой, давай. Делай справочку, позвони мне сразу. Понял? Все, давай. Что, правда, три кило? А ты думал, я тебе сказки рассказываю? Сколько это стоит? Тебе на пенсию хватит. Давай. Ну? Только уступая вашим угрозам, я решил, что готов заплатить. Несмотря на то, что я ничего не должен вашему сыну. Несмотря на то, что я ничего не должен вашему сыну. Я просто не хочу неприятностей. Ты сам неприятность. Короче, бабки давай. Спокойно, коллега. УСБ. Руки держим на виду. Руки! Взяли мафию. За 60 кусков. Половине страны. Год горбатиться нужно. Папа! Отпустите его, он не виноват. Стоять. Стой на месте. Паша, хватит. Не рыпайся. Сына, отпустите, я все подпишу. Не, я передумал. Никакого Вьетнама. Хочу на Бали. Да. Да, и что, все включено? Ну, отдыхать так отдыхать. Да. Ладно, все, перезвоню. Ну? Не ну-ка, я ж тебе не лошадь. Короче, сделал все, что мог, чтобы наш алхимик ускорил процесс. Что там ускорять-то? Это ж экспертиза. Не экспертиза, экспорационализ. Там следак уже под парами копытом бьет. Я не знаю, я сделал все, что мог. Как там клиент? Да все тоже. Лепит, что работает один, что взял на пробу партию в Таллине. Врет, короче. С ним шеф пошел беседовать. Угу. Ясно. Так, что сидим? Дело у самого на контроле. А все на экспертизе. Ну да. Дятлова. Подожди, не звони. Он обещал взяться сразу же. Ага. Еще бы он перед нами выкобенивался. Алло, Леонид Петрович? Привет, Иконников. Ну что там с нашим экспресс-анализом Кокса? Что? Ну это точно? Да, хорошо. Понял, спасибо. Ну и что? В вашей сахарной пудре следов Кокса не обнаружено. Каким образом? Это что за чушь? Да вот и я бы хотел знать, что это за чушь. Или вы меня сейчас начнете втирать, что парень просто любитель слабкий? Три месяца работаешь, а потом тебе на дверь. Вы нам не подходите. И никаких бабок. Зло заело. У парня первая работа. Путевка в жизнь. Уроды. Да на этом директоре надето в десять раз больше, чем он Пашке должен. Ну да. Курочка по зернышку. А зачем наркотики подкинуть угрожал? Про изнасилование. А что мне было делать? Сказать, пожалуйста, заплатите моему сыну за три месяца работы? Так у нас такого языка никто сейчас не понимает. Это же язык лохов. Вон у нас государство давно по фине ботает. Сына жалко. С детства ему долгонил про порядочность. Как дурак. Как он теперь жить-то будет здесь? Так. Подожди. Начальству моему позвоните, что я тут. Я сегодня на дежурстве должен быть. Нехорошо получится. Вы нам очень помогли. Пожалуйста. Ну что? Все подтверждается. Я с ребятами поговорил. Здесь действительно все почти по два-три месяца отработали бесплатно. Молчат. Боятся, что их уволят и так и ничего не дадут. Развита система штрафов за якобы не выключенный компьютер, за телефонные разговоры во время работы. В общем, руководство делает все, чтобы не платить. И что, никто не возмущался? Был один парень. Так Афиногенов на него заявление в местный БЭП написал. Они у него прикормлены, возбудили дело. Парень посидел два дня в КПЗ и возмущаться перестал. Где Афиногенов? В буфете. Да все отлично. Видели бы вы его рожу. Нет, конечно, я, ребята, отблагодарю. Да. Кажется, какой-то Калиулин или Зайнулин. Я перезвоню. Ваши друзья из УБЭПа? Кстати, это они вам пленочный диктофон дали. Я еще подумал, как грамотно запись сделана. Не на цифровой носитель, на пленку. Ну, конечно, я же советовался с вашими коллегами. Вы же понимаете. Сколько еще ты ребят кинул? Простите. Я спросил, сколько еще молодняка горбатились на тебя бесплатно по три месяца. Они вам еще не такого порасскажут. Я бы на твоем месте с ними рассчитался. А то и вправду наркотики найдут. Или поизнасилованию опознают. Я прошу извинения. Я просто не успел. Ну, я уже все подготовил. Вот. Это за беспокойство. Чтобы не было лишних вопросов. Ну, я же понимаю, бизнес есть бизнес. Мурин! У нас тут попытка отдачи взятки должностному лицу. Пригласи свидетелей и займи деньги. И позвони в следственный комитет. И надень на этого наручники. Так у меня вторых нет. А ты с Кострова сними, а то он на службу опоздает. Садитесь. Гаишники. Эксперты. Ну, какие еще версии-то, а? Инопланетяне. Этому Стоцкому изначально могли палево втюхать. Или он сам мог кокс подменить. А потом вам дулю предлагал. Сами же рассказывали. Ну, если он продуманный... Хватит! Совсем планка слетела. За идиотов нас держите. Думаете, все с рук сойдет? Значит так. Чтобы к концу недели духу вашего в моем отделе не было. Или я спущу все материалы в УСБ. Ясно? Не слышу! Так точно. Или будете оба у параши сидеть. Ваше счастье, что мне сейчас скандал не нужен. Вон отсюда. И помните, рапорта до пятницы. Или я спущу УСБ на ваши задницы. УСБ это УСБ. Но у Кокса есть хозяин. И я не думаю, что его не заинтересует, кто его порошок помылил. А это уже не наше дело. УСБ нашел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не я. Это менты. Они сахар подложили. Зуб дают. Разберемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Здрасте. ВЫСТРЕЛ Не двигаться! Вас что, Латунин, рожает в таком количестве? Какой Латунин? Мы же интернет чинили. Вы же сами оставляли заявку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А зачем мы сюда приехали-то? Правду узнать. Я сказал правду. Возможно. Но я должен проверить. Где кто? Я не знаю! А сейчас? Не знаю! Клянусь! Верю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приведи себя в порядок. У нас много дел. Это я. Да, похоже, ты прав. Менты товар взяли. Да, сейчас займемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, ну такое у меня вообще первый раз в жизни. Ну, всякое бывает. Тито, ты представляешь, я их чуть не убил. Бедные парни. Чуть за иками не сделались. Да ладно, все живы и нормально. Сейчас, прости, у меня другая линия. Бывай. Да. Алло, Рустем? Это Лена, сестра Лизы. Слушай, Лиза уже второй день трубку не берет. Я волнуюсь. Ты же знаешь, когда она так исчезает и... Ладно, съеду сейчас. Спасибо, что позвонила. Спасибо, Рустем. Отзвони с ней, ладно? Ладно? Ну, е-мое. Нажраться не дадут по-человечески. Беспредел какой-то. Лиза. Господи, тебя мне только не хватало. Зайнулин, пошел вон, а? Чего ты приперся? Тебя сестра ищет, волнуется. Ты два дня к трубке не подходишь. И? Кому какое дело? Я отдыхаю. Тебе нельзя пить. Мало того, что тебе нельзя, тебе еще и врачи запрещают. Может быть, мне тогда еще наркотики начать принимать, а? Говорят, очень хорошо, расы и счастья. Лиза, пожалуйста, не... Заткнись! Как ты мог сюда прийти, а? После всего, ну как? Это же ты. Ты понимаешь, что это ты? Они из-за тебя приходили. Я все помню. Их глаза, руки. Знаешь, как больно. Лиза, их давно нет. Есть. Они здесь. Что я могу для тебя сделать? Позвони сестре. Пусть приедет. Я спать хочу, не могу. Ну и что теперь? Надо по соточке выпить и ситуацию перетереть. Слушай, мне надо ребенка к матери отвезти. У меня завтра жена с тещей приезжает. Может, заскочишь ко мне через пару часов? Спокойно посидим, обсудим все. Лады. А я пока рюмку выпью, подумаю. На. Давай. Они? Да, точно они. Тот, что зашел в кабак, это ской беда. А второй, кажется, Маленков. Хорошая у тебя память. Пока у них сидел, наслушался. Что делать будем? Ты сидеть и молчать. Привет. Мне нужны адреса двух парней из ваших. Меня не интересует, где ты их возьмешь. Ты же не спрашиваешь, где я беру для тебя бесплатный порошок. Спасибо, Рустем, а то я извелась вся. И уйти не могу дежурства, и места себе не нахожу. Да ладно, что ты. Если что, звони. Да нет, спасибо, все нормально. У меня два выходных. Рустем, она тебе наговорила всего, ты в голову не бери. Я не беру. Это всегда там. О, мое такси. Ну все, пока. Пока. Спасибо. Здрасте. Здравствуйте. Улица Глинки, дом 3. Да. Садитесь. Хотя, если вы боитесь, можете специально мужское вызвать. Мне, конечно, очень страшно. Но я попробую. Ну, поехали. Подрабатываете? Ну да. Все равно работа связана с разъездами. Почему бы не заработать лишнюю копеечку? Фирма дает навигатор, связь, снабжает заказами. Процент божеский. Извините, а вы такой плохой риэлтор? Или у вас просто жажда наживы? У вас визитки возле рычага КПП. А, какой вы наблюдательный. Может, это не мои? В таком количестве. А потом, имя Наташа, по-моему, вам очень подходит. Спасибо. А насчет работы? Скажем так. Я не люблю заниматься просто одним делом. Вот выставилась коса. Я думал, только мужики так ругаются. В бане и на дороге все равны. Да ты ешь, Гену. Ешь. В этом ресторане знаешь самую лучшую итальянскую кухню в городе. Может быть. Может быть. Ну, Алла наверняка что-нибудь на ужин приготовит. Если я приеду сытый, обидится. Завидую я тебе, Гена. Я вот третий раз женат, а уже задушить хочу. Где такие жены берутся, как у тебя? Какой тут секрет? Берут их в детстве. А секрет в любви. Ничего нового. Ну, ладно. Зачем позвал? Я ведь понимаю, что этот ужин не потому, что тебе не с кем выпить водки. Гальперин. Сын члена Совета Федерации. Бездарный. Ленивый. Мнение своего не изменил. У нас третий месяц нет начальника службы БЭП. Я хочу на это место двинуть Викентьева из третьего отдела. Это тот, у которого виноградники во Франции. Тот, который поднялся на бензине, когда рейдеры пилили нефтебазу. Ну, если человек такой бизнес держит, то он и в нашем деле порядок наведет. А насчет нефтебазы... Ты же знаешь, проверка была, никто ничего не нашел. Ну, как проверяли, такие результаты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Инспектор ДПС Розов. Документы, пожалуйста. Пожалуйста. Разве я что-то нарушила? Ну, что же вы, Наталья Васильевна, с места ДТП скрылись? Да я не скрывалась. Я ничего не делала. Странно. А к нам поступило сообщение о ДТП с вашим участием. Как не скрывались? Задержали? Ой, спасибо вам, товарищ инспектор. Мне уже из вашей дежурной части позвонили. Ой, что тут? Ну, он, конечно. А меня вообще до железа стерло. Я ей, главное, сигналю, сигналю, а ей вообще все равно. Да помолчите вы секундочку, гражданочка. Ну что, оформлять будем? Скрытие с места ДТП – это лишение водительских прав. Да. А машину пока на штрафстоянку. Ну, я не заметила, я не скрывалась. Я не знаю, попробуйте поговорить с потерпевшей. Ну, ладно. Оставайтесь в машине. Посидите пока. А спорим на твою пенсию, что вы решили подставить девчонку? И что ты вообще не из этого района? А если из батальона, то у тебя нет маршрутного листа. Чего? А если я сейчас тебя выищу, то найду шкурку, в которой ты сделал сарапину. А если посмотреть твой и ее телефоны, обнаружится активное общение между вами и ни одного ее звонка в ГИБДД. Вообще кто такой? А еще спорим, если я сейчас достану свою ксиву, у тебя начнутся большие перемены в жизни. Ты знаешь, что малая часть всей этой системы координат. Ты знаешь, я вообще-то хотел, чтобы ты занял эту должность. О чем мне бояться? Конторы по отмыванию денег у меня нет. Миллионы долларов для того, чтобы решить вопросы в министерстве. Я не беру. Но знаешь, Гена, мир наш тесный. Не хочется наживать себе врагов. Я хочу, чтобы ты отнесся к этому с пониманием. Мы же в одной лодке. Понимаешь, что кто-то там наверху попросил за Викентьева, и ты их боишься. Виктор Сергеевич, конечно, не хочется наживать себе врагов, но в жизни наступает момент, когда ты вдруг понимаешь, что они уже расплодились сами и едят тебя со всех сторон. А любую лодку можно раскачать, если раскачивать изнутри. И моя служба создана для того, чтобы этого не допустить. Извини. Ладно, поеду домой. Если хочется. Страшно. Я Гальперини. Если вы его продавите обратно в главк через мою голову, я из его жизни устрою ад. А я это умею. Не желаете блюда от шеф-повара? Ну, счет не сей. Не надех на пароли скорочек. Груще так же. Вообще, чем-то спалийте. Нас смогли арестовать. Вот это да. Пойдем. Валерий. Больше не стоит, наверное. Пойдем с ним. Никто и никогда с такой скоростью не объявил бы вашу машину в розыск. Пока наряд не приехал на место, для этого нет оснований. Ну, а прибытие потерпевшей на место происшествия вообще нонсенс. А самое главное, вы ее не задевали. Я бы почувствовал. Я 30 лет за рулем. Кстати, вот вам на возмещение ущерба, чтобы замазать царапину, которую они вам сделали. Ничего себе. Фантастика. Вы что, ФСБшник? Почему ФСБшник? Ну, потому что у нас только ФСБшники все могут. А я круче. Я охотник на оборотней. Кто? Наташа. А может быть, выпьем где-нибудь кофе? С удовольствием. И где бы вы предпочли это сделать? У тебя. В окнах света нет. Может, он еще не дома? Тогда мы подождем. Чего трясешься? Мент все-таки. Он не мент, он вор. Менты в службу несут. И нас сажают. Все, кто в бизнесе, равны. Лестницу смотри. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поднимаю, товарищ генерал-полковник. Провожу согласование. Нет, проблем не будет. Но я здесь все-таки генералом работаю. И вам всего хорошего. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Что теперь? Есть еще второй. Едем к нему. Выйди, убери за собой. Зачем? Это следы. Не хочу, чтобы тебя по ним нашли. А то придется тебя убить. Ты мне пока нужен. Я надеюсь, ты все-таки стащила бабушкины бриллианты из комода? После того, что я вчера видела. Я не самоубийца. Жаль. Тогда у меня был бы законный повод начать тебя искать. Визитку я оставила на столе. Пока. Пока. Вот придешь и напишешь объяснение. Я имею в виду сортир на даче. Обклеиваю. Мне не хватает штук десять. У меня для тебя две новости. Одна плохая, а другая плохая. С какой начать? Давай сначала плохую. Логови сотрудник наркотного отдела. Ты выезжаешь на место. А плохая? Гиппо выпустили. На подписку до суда. Ты, может, помнишь, он раньше в оружейном работал? Помню, конечно. Он на старом зеленом джипе ездил. Ну да. Только сейчас у него тачка покруче. А вот квартира так себе. Видал я у ментов хаты по наворочении. Обнаружили жена с тещей. Он их утром не встретил. До дома добрались своим ходом. И вот. Огнестрельная в голову. Похоже, ПМ. Следы борьбы. Смерть наступила между девятью и одиннадцатью вечера. Кто что слышал? Справа квартира пустует. Ремонт. Слева люди на свадьбе были. Вернулись под утро. Ясно. Рустем. Там шеф покойного приехал. Поговорить хочет. Поговорим. Ну и зачем мне это надо? Неужели ты думаешь, что наш самый гуманный суд в мире отправит тебя на лечение на Бали? Тебя закроют лет нас-то. А для того, чтобы начать новую жизнь, нужны деньги. А может я стукачу зайнули на? И он решит мои проблемы. Чтобы решить проблемы, нужны деньги и власть. У зайнулина ни того, ни другого нет, чтобы тебе помочь. Не грузи меня. Даже на подписку из тюрьмы вытащил тебя я. Угу. Каждый, которого теперь увижу, будет приписывать эту заслугу себе. Ха-ха-ха. Разве судья не изменила резко свое мнение на последнем заседании? Вспомнила про твое больное здоровье, поверила в твои липовые справки? Верно? Согласен. И к тому же ты мне должен, бегемотик. Ты давал показания на моих людей. Но не на тебя же. Ну, вот поэтому мы с тобой сидим и говорим, я не кладу цветочки на твою могилку. Сотка зелени, половина вперед. И я не торгуюсь. Как ты все-таки предсказуем. Ячейка в промбанке на твое имя. Заранее подготовил. Я тебя знаю до копейки. Помни это. Три кило кокса. Теперь три кило сахара. И люди, которые потеряли эти деньги, будут очень недовольны. Если они пришли поговорить. По-хорошему не получилось, завязалась драка, все логично. Но тогда они ничего не узнали. И пойдут ко второму. Оперу полномочен из Куйбеда. Я ему звонил, он трубку не берет. А мать говорит, со вчерашнего дня не объявлялся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слышь, парень, дай позвонить. Сейчас, ищи дурака. Парень, это уже много лет моя профессия. Понял? Пожалуйста, дай позвонить. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Абонент? Да... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы теперь и убийствами занимаемся. Убийствами сотрудников? Да. А мне казалось, что мы не убойный отдел. Мы управление собственной безопасности. Обеспечивать безопасность сотрудников наша задача, а не быть пугалом. Ясно. Какие-то проблемы? Никаких. Да, здесь согласование я оставлю. Там только верхнее. Новый начальник УБЭП. Просили срочно. Оставляйте. Угу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Привет, Денисыч. Здравия желаю. Уже нажаловались? А сам как думаешь? Думаю, что скорость стука достигла скорости света. А вброс навоза попал на мощный вентилятор. Ты тут такую войну затеял? А ты разве меня не на войну посылал? Войны разные бывают. Это не та, которую можно выиграть. А нет, так не бывает. Сегодня сдался, а завтра впереди на лихом коне. Ты же знал, когда меня назначал. Догадывался. Чаще сейчас назад оглядывайся. И спину береги. А что, все так серьезно? Деньги – это всегда серьезно. А твой Викентьев – это деньги. Будь аккуратен. У тебя должны быть стопроцентные мотивы, чтобы его прокатить. Я тебя услышал. Это хорошо, что услышал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, конечно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну и как работается с теми, кто еще недавно на тебя охотился? Кто за мной охотился, тех уже нет. Что с пулей по Маленкову? Все хорошо. Она была выпущена из табельного оружия его напарника. Старшего опера с коей беды. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотри-ка, знакомая морда. Неужели выпустили с тремя-то келодуре? Значит, договорились. Жаль, не с нами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бог в помощь. У меня есть один вопрос. На 300 долларов. Почему вы остановили именно его? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, это очень сложный вопрос, уважаемый. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Понял. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, че? Это кинолог. Он предложил твою тачку остановить. Ну, и как его теперь искать? Как всех. Либо покупай, либо пугай. Третьего нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рискова ты, а если бы нас спасли, это вообще могла быть подстава? Я тебя умоляю. Людей вон с тремя килограммами кокса отпускают. Кому мы нужны со своими копейками? Ага. В принципе, все логично. Парни помылили кокс, начали делить, переругались. И с Коби довольну Маленкова. А поскольку все произошло неожиданно, то и стабельного. Понял, что попал. И ломанулся в бега. Времени было много. Мог бы пули вырезать. СМЕХ Ну, не у всех такие нервы, как у тебя, Рустем. Может, у парня просто кишка тонка. Дома у него были? Мать, естественно, все отрицает. Ничего не видела, ничего не знаю. Сын самый лучший. Все остальное наговор. Другого было трудно ожидать. Надо искать через кокс. В смысле? Кокс? Нигерыч. У обычного толкача не купишь. Обычному наркоту не толкнешь. Три килограмма должны всплыть. А нашему парню деньги бегать, ой, как понадобится. Да. Зайнулин, здорово. Это Гипа. Сладкое слово, свобода. Чего хочешь? Хочу сделать так, чтобы с этой свободой не расставаться. Есть тема. Я здесь на углу. Пивасика. Спускайся. Хорошо, через пять минут. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Гиппа хочет встретиться. На идиота он не похож. Ну, давай я прогуляюсь. Пока не ясно, о чем разговор. А ты займись куксом. Ты же не всегда в киста поработал. Тряхни стариноги. Хорошо. От мороженого толстеют. А я худеть не собираюсь. Я Латунина видел. Чего хотел? Тебя заказал за сотку зелени. Я же понимаю, как отпустили под подписку, так и обратно закроют. Давай я тебе помогу взять Латунина, а ты мне поможешь не сесть на ПЖ. Замолви слово. И тебе хватит моего слова. Не смеши. Поверь, твоего хватит. Я же знаю, что Латунин меня все равно убьет. Даю слово. Дальше что? Дальше жди звонка. Он у меня завтра появится. Только помни, у Латунина много должников. И у вас, и у СОБРИ, и в наружке. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты сбрендил сюда приходить? СМЕХ А кто узнает? Да любой опер. Сюда придет по какому-нибудь делу. Я соскучился по тебе. Очень. Дай мне ключи от дачи. Я отдохну недельку. Туда не согнуться. Неприкосновенность все-таки. Ты с ума сошел? У меня муж все-таки. Да. Какой муж? О чем ты говоришь? Ну, какой муж? Он тебе верховный давно сюда носом не кашет. И ты уже вещички собираешь. Как я люблю твою шею, ты не представляешь. Ну, я не могу так рисковать. Валюша, ну какой? Какой риск, Валя? Ну, ты же понимаешь, перед переводом. О чем ты? Какой риск? Я недельку перекантуюсь, а потом съеду. Риск. Да. Это когда твой благоверный увидит какое-нибудь хоум-видео, ну, где ты после текилы зажигаешь. Да и другие наши с тобой. Рабочие секреты он не одобрит. У меня все ходы записаны. Ах ты свалочий. Не обижайся. Жизнь такая. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вызывал? Да. Проходи. Слушай, у нас ничего на Викентьева нет? Есть. Согласование на должность. Ценю твой юмор. А серьезно? Ну, были кое-какие материалы. Ими занимался отдел Латунина. Но когда сменился начальник отдела, я проводил ревизию оперативных дел и ничего подобного не нашел. Разве что в архиве. Подними архив. Хорошо. Я могу идти? Да, конечно. Василий Алексеевич. А скажи, ты никогда вообще ни с кем не конфликтуешь? Конфликтую. С внуком. Пока маленький не вырос больше меня. Привет, старый чекист. Как служится? Можешь мне уделить минутку? Есть вопрос. Можешь мне уделить минутку? Есть вопрос. Викентьев. Викентьев? Способный парень. Хороший бизнес. Большие связи и с головой дружит. Его кандидатура главная на начальника УБЭП. Понятно. А ты у дела закусил? Пыдаюсь. У него большие связи. Тогда скажи мне, пожалуйста, почему при его больших связях нужна моя подпись? А ты не въезжаешь? Нет. А чтобы вся ответственность была на тебе? Ты подумай. Если тебя сейчас кто-нибудь продавит, а потом Викентьев подставится. Должность сложная. Кругом враги. И все может случиться. Но тогда ответственность будет на том, кто продавил. А если ты подписался, то какие кому вопросы? Ну, кроме тебя, конечно. Мне надо что-то, чтобы его заблокировать. Какая-то конкретика. У вас есть? Даже если есть, ты же знаешь, мы над схваткой. Наша задача посмотреть, кто кого съест, и завербовать оставшегося. Ну, если я выиграю, вам вряд ли удастся меня завербовать. Вот поэтому наша контора и не хочет, чтобы ты выиграл. Так что считай, что на Викентьева у нас ничего нет. Угу. Официально тебе ничего не дадут. А не официально? Я тебя уважаю, Денисыч, но пойми, я Викентьевым не занимался. А проявлять интерес разговоры пойдут. Спасибо за откровенность. Ну, хотя бы этим могу помочь. Пацаны, пивом не угостите. Пошел вон, Вонючка. Это кто, Вонючка? Не надо, брат. Проблемы будут. Ты ж только от хозяина. Присаживайся. А ты видишь, да? Так свой-свояка. Давно? Да три месяца уже как. Семерка по сто одиннадцатой, по мокрой. Я неделю, как с крестов откинулся. Растак, братан. Соточка не богат. Я с утра не жрамше. У меня есть идея получше. Слушай меня. Там сторожка. Все условия. Двадцатку в месяц. Плюс кавка. Хотя и наш человек. Отсидел пятнаху. Попросил меня найти старого сидельца. Слышь, это... Сторожить я могу. А вот мыть там, сортир чистить. Я не чушкарь. Разговора никакого разговора. Побудешь у меня до завтра? Помоешься, придешь себя в порядок. А сейчас я поеду. Куплю тебе одежду. Отдыхай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ К вам пришли. Кто? Матьской беды. Ну, отправь ее к Мурину. Мурина нет. Титов на выезде. Она с обеда ждет. Хочет с вами говорить. Ну, давай ее сюда. Проходите. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, садитесь. Евдокия Семеновна Рустем Витя не преступник Я знаю Мне сказали, был обыск Но этого не может быть Витя хороший Он с детства мечтал работать в милиции Я вот тут принесла Грамоты его Он в детстве был в обществе друзей милиции В армии служил В дивизии Дзержинского Господи, одни же благодарности Пожалуйста А в школе В школе милиции он же просто круглым отличником был А вот, посмотрите Сочинение в школе писал Что хочет стать милиционером Пятерку получил Господи Вот, вот его еще дневник Вот, вы почитайте его Почитайте, пожалуйста Хорошо Он не мог Почему вы ему не верите? Евдокия Семеновна Еще ничего не ясно Мы разбираемся Плохо, что Виктор скрывается Этим он усложняет свое положение Вы ведь тоже когда-то скрывались Я читала про вас Вы же не верили в справедливость Может быть, он просто не верит Мы разберемся Я вам обещаю Пусть у вас побудет Мне это без сына Не нужно До свидания До свидания Семеновна ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я подумала Вдруг визитку потерял А я как раз собрался вызвать такси Куда поедем? Мы приехали Здравствуйте Слушаю вас Чашечку чая сделай И это Позвонить Не положено Телефон служебный Так и я по службе Понял Держите Спасибо Жена Муж пришел Ну, отлично Еще пять минут И ужин будет готов Прекрасно Чем это ты занимаешься? Да срочный заказ Одному бизнесмену Разрабатываю Ландшафтный план Хочет, чтоб Вокруг его дома Было как В Версальском саду Да А потом мы его Посадим И будет он В тайге Вспоминать Свой уютный уголок Что ты Он приличный человек Не полицейский Спасибо Ой, смотри-ка Ритка вывешивает В сети фотки Прямо из Доминиканы Смотри Ой, как красиво О, как хорошо Ты им Море Море А где она вывешивает Говоришь? Да в социальной сети Это что такое? Ох да Одного у тебя Только там нет Ну, да-да Немножко отстал А можешь мне найти Одного человека Там? Могу, да Имя, фамилия, возраст Сергей Викентьев Тридцать восемь лет Нет такого Наверное, такой же, как ты Да, тоже мент А жену его Фамилия та же Угу Евгения Тридцать восемь лет Вот Вот, смотри И какая из них? Дай-ка Которая? Которая Которая Откуда я знаю? Я ее не видел никогда Вот она Откуда знаешь? Там мужик Рядом с ней Как раз Викентьев и есть Ммм Давай тогда смотреть Все фотографии Смотри Нет Нет? Нет Так дальше Стоп, стоп Верни назад Угу Стоп Так Этого кадра Я тоже хорошо знаю Ты, пожалуй, мне Клондайк открыла Может, тебя на работу взять? Разоришься Да зарплату Ну, ладно Я пойду Пока ужин разогрею Только ты не сбей мне ничего Ладно? Угу У каждого есть больное место Всегда надо бить туда И как его найти? Пробовать Жди Рядом А это мой хороший Хороший такой Лапочка Просто чудо Вчера Вчера вы попросили инспектора Остановить машину В которой нашли кокаин Кто дал наводку? А вы кто такой? Я отрежу ему голову Будешь смотреть? У меня справка есть? Психушки есть? Как хочешь Опер из наркотдела дал Сказал, источник не хочет светить Номер машины только дал А фамилия? С коей беда, Виктор По шесть По шесть Моя машина По шесть Моя шесть linheiro П constitélé Не дрейфь лепила. Я не с обыском. За дозой, что ли? Смешно. Пересидеть мне надо. Ну ладно, зайди. Чего лепила? Все крокодилом народ подчаешь? Тише, ты! Глазными каплями закидываются. У меня тяжелее, чем в аптеке. Рецепты я не спрашиваю. Ну и как, оборот большой? Большой оборот. Дохнут только. Быстро клиентура меняется. Дохнут быстро. Проходи, сюда, сюда, иди. Я слышал, у тебя проблемы. Кто говорит? Улица. Мобилу дай. Позвонить надо. На. Располагайся. Алло, это лепила. Говорят, барон одного человечка ищет. Так он у меня. Надеюсь, что обещанная лава в Сирии. Иди, успокойся! Да. Да, вместе. Дух, жду. Ой, я же мой. Рассказала! Это что? Архив с коей беды. Вчера его мать заходила. Угу. Рассказывал, что он в детстве хорошо учился, а не обижал животных? Да. Дала мне почитать его дневник. Парень бредил с иском, приключениями. Угу. И, наконец, нашел их на свою задницу. Знаешь, пару месяцев назад я сам был в розыске. И на мне висел мокрый ствол. А тебе не кажется, что здесь мы любого мента воспринимаем как злодея? Рустик, я тебе так скажу. Как в крестах сидят сплошные невиновные, так всех ментов подставили. Но меня же подставили. Не забегай вперед. Найдем. Разберемся. Если найдем живым. Да. Латунин будет у меня в полдень. Бабки привезен. Дверь оставлю открытой. Меня тоже повяжете. Только кости мне не ломайте. Постараемся. Но, если что, каждый сломанный пальчик стоит парой десятков лет на нарах. Жди. Ну что? Бандиты назначили встречу. Я сказал. Здорово. Ништяк выспался. Ну что, поедем? Похмелись. Потом возможности не будет. Здорово, это я. Привет, бегемотик. Как делишки? Завтра там железо. И без дураков. Ну, как скажешь. Правда, за дураков не отвечают. Их там без меня может полный кабак набиться. Готовь денежки. Завтра все сделаю. Прикольно. У нас прикид один и тот же. Будет завтра в семь. В том же баре. С деньгами. И без дураков. Это кто там у тебя хрюкает? За канализацию. Трубы старые. До скорой встречи. Это кто там у тебя хрюкает? За канализацию. Трубы старые. До скорой встречи. Думаешь, мышеловка? С Латунина станется. Если мышеловка, в нее все равно надо положить сыр. А мы его оттуда попробуем аккуратненько вынуть. Готов? Как пионер. Надо бы Щуке доложить. Щука уехал куда-то. С утра. И Мурина с собой забрал. Викентьеву и его жену ты знаешь. Установи всех остальных с фотографии. Там есть вывески отелей. Там есть вывески отелей и на снимках даты. Я хочу знать все. Кто они? Как часто общаются? И кто оплатил отдых? А это я как узнаю? Подумаешь головой. Ты теперь ей должен чаще думать. Я не дурак. А кто говорит? Феликс, вникай. Приземлять постовых за уличные грабежи это одно. А мы занимаемся совсем другим. Мы должны окончательно прекратить превращение главного управления внутренних дел в акционерное общество закрытого типа. Да еще. Заявки, запросы. Только через меня. Никому. Даже заинулим. И фотографии не храни на работе. Хорошо. А кокаин кто будет искать? Ну, за это не беспокойся. У нас нет охотников ловить коррупционеров. А уж кокс искать всегда найдутся. А ты совсем не торопишься. Если нас остановят менты, или мы попадем в ДТП, быстрее не будет. А ты не делай. А ты не делай. А ты не делай. Обычно после тюрьмы наоборот. Резкие. Смотри, а после какой тюрьмы? Я сидел в Исто-Эрмоса. Венесуэль. После нее весь мир кажется сказочным райом. Это дом Гиппа. Вход справа под колоннами. Я пойду вперед, осмотрюсь. Потом первым зайдешь в подъезд, на лифте до последнего этажа. И спустишься вниз до квартиры Гиппа. А я с ней за пешочком. Я понял. Тихо. Одно движение и останешься без головы. Ствол есть? Нету. Где наш товар? Я не знаю. У напарника спросите. Покойники неразговорчивы. Плохо, что ты не знаешь. Для тебя плохо. Ты мне просто не нужен. Ладно, стой, стой. Я скажу. Скажу я. Те, кто думал, что нож не пистолет, пожалели. У меня в руке он быстрее пули. А я не собираюсь проверять. Надеюсь. Идем. Ты прости, Витек. Ты ведь теперь не власть. А мне тут жить. Ну, прости. Какой воды. Приди себя. Приди себя. Витры, витры накрыли. Шукер. 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 Эй, брат, брат. Дай сигарету. Шукер. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Руки! Что в руке? Зажигалка. Кидай сюда. Курить хочу, помираю. Кури! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Почему вдвоём попёрлись? Боялся утечки. А помереть не боялся? Ну, не помер же. Двух шагов не хватило. Ну, притащил бы я с собой взвод ОМОНа. Что изменилось бы? Всех контузило бы. Тело пока не опознали, оно в клочья. Но документы при нём. Гиппо. Одежда его. Даже гайка на пальце. Трупы по водосточным трубам. Не ползают. Он так всё и рассчитал. Назв взрывает, сам умирает. Деньги забирает. Пулю от Латунина получает. Это, скорее всего. Молодцы. Латунин свидетелей не любит. Угу, да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Понял. Грушин звонил. На Васильском в Притоне обнаружен труп наркомана. Хозяин говорит, что это Скойбеда убил. Поезжайте туда. А следствие? Позже подъедете. Денисыч, Латунин пошёл ва-банк. Или мы его найдём, или он нас убьёт. Причём у него шансов гораздо больше. Угу. Угу. Понял. Ладно, я буду проверять. Судя по обилию людей в форме, нам туда. Угу. Ты идёшь? Иди один. Да без проблем. А ты что задумал? Хочу кое с кем поговорить. Меня раньше никогда не взрывали. Мне не понравилось. Хм. Может, ещё привыкнешь. Сплюнь. Я позвоню. Геннадий Денисович. Пошептаться бы. Викентьев и его компания снимали виллу на Сардинии. Сейчас там отдыхает его дочка от первого брака с тёщей. Аренда в год обходится около 300 тысяч евро. Оплачена за три года. Угу. Откуда информация? Из фотографий? Еда, Денисович. Угу. Кроме фотографий, в социальных сетях есть ещё очень много слов. Жена и дочь Викентьева не страдают скромностью. Это из их переписки с подругами. Ну и? Я нашёл одну риэлторскую компанию, через которую была арендована вилла. Можно посмотреть платёжки. Если оплачивал Викентьев, то мы узнаем номер его тайного счёта. А если кто-то другой, то тоже интересно, кто и за какие услуги. Хорошо. Молодец. Но мне нужны официальные запросы за вашей подписи. Идём. Привет, Нина. Здравствуйте, Геннадий Денисович. Нина, а... Это правда, что Рустой Амарашидовича взрывали? Он цел? Цел. Только голову оторвало, причём задолго до взрыва. Дай мне печать и сходи ко мне в кабинет, очки... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...